Ведущие диетологи всего мира обеспокоены здоровьем людей. В Дагестане проходит 23-й всемирный конгресс по клиническому питанию. Ученые и профессора из 27 стран мира выступают в Махачкале с докладами. О том, что вредно, а что полезно употреблять в пищу, знает Хамзанур Магомедов. Врачи бьют тревогу. Они утверждают, с таким питанием ничего хорошего в дальнейшем мы ожидать не можем. Нарушение связано и с плохой экологией. Все, что мы употребляем в пищу, дает информацию организму. А большинство продуктов, которые мы сейчас едим, непонятно из чего сделаны. Нет у нас ни знака качества, нет у нас серьезного подхода, государственного подхода. Нигде, ни в одной республике, и в Дагестане тоже. Этих гамбургеров есть нельзя. Это неопределенно что, неопределенно когда. Это пища в сухомятке, это пища на скорую руку. Самое большое количество людей, страдающих ожирением, проживает в Мексике и в Америке. А эта болезнь приводит к увеличению смертности. И современные диеты от похудания, по словам специалистов, ничего кроме вреда не приносят. Мы элементарно должны знать, когда и что можно употреблять. Это очень большая проблема, на фоне которой появляются болезни сердечно-сосудистого плана. И мы хотим лечить эти заболевания эффективными методами. Именно с помощью питания, без лекарств. И, конечно, нам нужно использовать целостный подход. Люди должны следовать умеренному питанию и питью. Не курить сигареты, потому что курение сокращает жизнь. И, конечно же, заниматься спортом. Но и спортсменам, особенно профессионалам, надо быть осторожными. Я знаю, что об этом не нужно было бы говорить. Но так, как питаются спортсмены единоборств, тяжелоатлеты, там все выверено. Но это не долгожители. Это далеко не долгожители. То есть это огромное количество углеводистой пищи, легко усвоимых углеводов, чтобы покрыть те колоссальные расходы, которые они имеют во время тренировок и спортивных соревнований. Вегетарианцы также наносят себе вред, считает профессор Чебисов. Отказ от мясного через два года приводит к такому тяжелейшему заболеванию, как анемия. Человек становится вялым, плохо соображает. А подростки из-за неправильного питания в 25 лет имеют разрушенную печень. Такого не было на протяжении столетий. И задача конференции – снизить заболеваемость. В первую очередь посвящено этому, чтобы наш народ жил здорово, дольше и чтобы у нас было много. В рамках мероприятия организовали выставку. Любой желающий мог попробовать экологически чистый продукт местных и зарубежных предпринимателей. Конгресс продлится до 20 ноября. Около 100 ученых будут работать по 16 направлениям. В одной из секций врачи расскажут, как побороть сахарный диабет. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.